В первую очередь, мне хочется сказать, что Владимир Владимирович отметил, что нас вчера нелицеприятно выстрелили на селекторном совещании. Это, конечно, очень плохо, печально, но не это главное. Главное, что мне хотелось бы сказать, что мы подошли к очередному спаду. Еще на прошлой неделе мы это с вами отмечали. И сегодня у нас на амбулаторном этапе всего порядка 40 пациентов, один несовершеннолетний. Цифра эта колеблется, там 42 было, 47. В Назаровском районе 47 по сегодняшнему дню на амбулаторном этапе. В нашем с вами ковидном госпитале на сегодня 58 на утро было всего пациентов. Из них два только тяжелых возрастных пациентов на высоком кислородном поточном, на аппаратной поддержке в ПИТе. И все бы ничего. И даже более того, я хотел бы обрадовать наших жителей, особенно хронических наших больных пациентов, что вместе с Минздравом мы уже проработали, проработали с Ачинскими базовыми госпиталями, что в течение следующей недели мы закроем наш госпиталь. Мы переведем пациентов, которые требуют долечивания в инфекционных условиях, в инфекционного госпиталя в Ачинский центр охраны материнства и детства на базу Центра спасения. Мы переведем в Ачинскую МРБ часть пациентов, и мы их уже переводим на этой неделе активно. Мы выпишем тех, кто как раз подойдет к выздоровлению, мы оставим у себя тех, кто нуждается в лечении, ну вот последствия уже, скажем, коронавирусной инфекции. Мы переведем, вернем обратно терапию, как мы вам и говорили, да, нормальные условия, то есть не в сегодняшний день, когда только оказывается экстренная и ургентная помощь. Мы развернем эти 45-50 коек в зависимости от потребностей, как мы их размогли и должны были развернуть. Откроем палеотивную помощь, которую мы пролицензировали там же на этой базе, палеотивных наших пациентов, которых тоже у нас достаточно. На сегодняшний день 97 человек только в Назарове нуждаются в палеотивной помощи. Но почему мы сегодня говорим о вакцинации? Потому что честно, как руководитель Назаровской районной больницы, как человек, по которому недавно мы с вами общались, вы спрашивали, сколько волн пережили, какие были тяжелые, какие легче, а вы знаете, вот лично мне бы не хотелось больше госпиталя разворачивать. Да, другой вопрос, если будет принято решение о строительстве базового госпиталя, другой вопрос, если это будет все-таки построено. Но вот эти временные наши с вами развертывания, они, во-первых, сказываются на том объеме плановой помощи, ведь сегодня очень много пациентов обращаются, которые нуждаются уже в плановой помощи по терапевтическому профилю, по неврологическому профилю. Но ввиду ситуации, которая есть, что два отделения в одном маленьком корпусе, они эту помощь недополучают. И это тоже наши будущие потенциальные потери. И помимо тех смертей, которых уже сказал Владимир Рудольфович, то есть порядка 280 человек на сегодня официально в федеральном регистре занесены причиной смерти коронавирусной инфекции жителей города Назарова, мы же понимаем, что и постковидные пациенты нуждаются, вот вопрос был про реабилитацию, а она же самая даже простая, это вовремя госпитализация по показаниям со стороны терапевтических каких-то проблем, со стороны неврологических проблем. И вот мы вернулись к тому, с чего начали. Мы вернулись к тому плану, к тому неисполнению плана, к тому, что у нас даже есть ресурс в виде сертифицированного, хорошего, нового вакциномобиль, который красив, прекрасен, в котором есть сотрудники, который может делать до 50 вакцинаций, но это прошли ни раз, ни два, достаточно комфортно. Но вопрос в том, что мы не можем собрать нужное количество людей. Продолжение следует...